здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях депутат совета депутатов евгений олегович и веснин здравствуйте евгений олегович ну и во первых хоть уже давно выборы прошли отшумели что за этим вас поздравляем в первый раз прошли в совет и во первых почему вы решили стать депутатом ну потому что во первых уже много лет работаю в сфере жкх который очень близко к народу да и соответственно понимаю проблемы которые беспокоят народ и вижу некие пути для их решения то есть депутатская деятельность помогает как-то получше да безусловно безусловно во первых получается решать вопросы не только касательно мы управляющей компании где работаю всего округа в целом поэтому конечно это больше развязывает как бы возможности ну и наверное жители когда узнали что конкретно человек из этой системы идет в депутат наверное с удовольствием проголосовали за потому что понимают что нам нужен конкретные как это хозяйстве каждому заниматься тем где максимально правильно ну и а мы знаем что совет фактически недавно уже начал так активно работать много у нас было утверждений все звенья власти сейчас работают впереди нас ждет о конец осени начало зимы плавно переходящие весну времена сейчас особенно тем не менее что можно сказать о новом совете вот первые ваши встречи с коллегами и так далее на что настроен совет депутатов ну новый совет депутатов он претерпел изменения примерно половину то есть половина члена совета люди новые но я хочу сказать что все опытные безусловно курсе да да они находятся скажем так на острие атаки да все амбициозные товарищи и я думаю что совет будет плодотворно работать и в состоянии решать вопросы поставленные перед ним я прекрасно понимаю что ну коль депутаты избранные да то это люди которые так или иначе знают проблемы округа и хотят сделать его лучше вот чем вам нравится на сегодняшний день городской округ люберцы а вот что хотелось бы изменить что кажется что ну требует каких-то перемен ну прежде всего наш округа максимально приближен к москве да да поэтому это на нас москва опирается да 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 какие-то особые такие требования сразу же предъявляют и к самому округу соответственно вопросы благоустройства так как я прохожу по второму округу избирательному это самый центр любере соответственно тут еще больше спроса этой дороги это и в целом благоустройство территории то есть центровой депутат да да и доступная скажем так тропиночные сети для людей потому что здесь через мимо центра не пройдешь даже все дороги ведут цены хочется чтобы дорог было побольше таких удобных да да и над этим мы тоже будем работать в том числе хорошо ну и я прекрасно понимаю что главная тема мы как еще сразу скажу что коль речь идет о жх и а бытовых так сказать вопросов нас будет во второй части специалист специальная часть посвящена вот этому разговору а пока мы идем об общий депутатских потому что еще раз говорю совет только начал работать это очень любопытно когда 50 на 50 до депутатов то есть опытные депутаты при том что те кто пришли тоже вполне опытные знающие люди но тем не менее обмен до мнениями общая такая работа к обновления до кадров люди у вас выбрали люди уже начинают приходить как у вас выстроен прием вас есть приемная у вас есть обратная связь в интернете да конечно сейчас у меня приемный располагается по адресу куракинская дом 6 это помещение жил два прием веду каждый последний вторник месяца с пяти до семи все желающие могут прийти в любой день записаться ко мне на приемный день также все соцсети которые у нас имеют разрешены конечно да разрешены даже наверное это контакт телеграм везде есть вы сами читаете или все-таки это помощник нет безусловно что сам если не вникать проблему самому то потому что это очень важно много вершкам да многие просто переживают что вот телеграм депутата это бот это вообще какая-то машина которая там чё писать то вот то есть вы действительно реально вникаете в проблему безусловно ну и честь чем приходят люди сегодня какие направления опросов ну чаще всего люди приходили сейчас с вопросами касающиеся частичной мобилизации грудь у нас была закончена мы тоже ставали старались с коллегами разбираться действия разбираться на вопросах каких-то до того и приходят от а до я скажу денег денег просят у меня еще не просили придут обязательно бытовые какие проблемы это детский садик кому-то нужно счетчик дома заменить просят помощь кто-то да просто когда содействия в устройстве ребенка в детский садик кому-то повесить табличку в угол собак запрещен кому-то заборчик поставить кому-то заборчик снять вот кстати интересно я этот вопрос не часто задаю депутатам она аналогичен но я понимаю когда там депутаты вместе с федеральными властями пытаются решить вопрос нашего октябрьского проспекта да уж много много времени но решается он так долго потому что это как глобальная история вот но когда табличку повесить но ее же в принципе могут люди сами сделать неужели этим должен депутат заниматься есть такие люди которые ну например говорят мы сделаем все сами вы нам дайте там моли разрешение или как-то посодействовать а мы сами эту табличку повесим ну тут люди все разные кто-то никого не спрашивая берет и и вешает то что это нельзя ходит в желудо просит оказать содействие там же вы безусловно всегда идет на встречу решает если так уж волюсу бы вышло что к нам пришли попросили табличку ну куда кому ближе идти и понимаете естественно мы тоже кажем содействие все вопросы в любом случае вне зависимости нашей компетенции не наша компетенция мы принимаем рассмотрению и уже прорабатываем их дальше ну и по обратной связи вот если в телеграме например да или в контакте к вам обратились с вопросом вы как говорите да ваш вопрос принят и потом как-то отвечаете тут уже кстати могут и помощники до отвечать главное что вы эту проблему знаете то есть не бывает так что вопрос адресован и ну вы его увидели но они ответили нет нет ни один вопрос не остается без ответа это тоже самое когда в период предвыборной кампании мы собрали наказы жителей брали номер телефона для обратной связи какой-то для выяснения каких-то тонкостей или может моментов то же самое здесь связываются с человеком оставившим комментарий проблема в комментарии какую-то связываются доводят и результат решения если он есть в любом случае всегда обратная связь присутствует но кто-то же ругает наверно и наверно ругает может быть не знаю реальные картины владишь такие если шумные если бы не ругали было бы неинтересно ну понятно это показывает где-то мы где-то мы идем не туда дорогая тоже не просто так если ругаю за счет и за что возможно понятно ну это же все-таки люди поэтому тут еще занови нас возникает проблема один хочет табличку другой не хочет табличку такое что же бывает безусловно такое бывает конечно и тут уже мы всылаемся на закон жилищный кодекс республики федерации действия общего общего собрания собственника да да который тогда где решение большинства принимается тот или иной то ли на решение проблемы вы какую комиссию представляете совете депутатов я представляю комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству благоустройству дорогам и транс экологии а экологии экологии вот во второй части мы об этом поговорим и надо не забыть конечно экологический вопрос адресовать потому что он как бы тоже немаловажно опять же москва рядом на такой глобальный вопрос но вернемся еще к тому какие вот на сегодняшний день вы для себя ставите главные задачи не только вот по решению но опять же табличка настала главный такой а каких-то вот серьезных проблем для себя чтобы показать что вы пришли сюда надолго и всерьез вы знаете я ставлю для себя задачу наверное слушать и слышать народ слушать и слышать население потому что главное получить проблему почти какую-то . который можем утолкнуться дальше если мы получили какую-то проблему значит мы дальше уже идем разматываем этот клубок и ищем возможно для того чтобы решить вот это самое главное если если перестать слышать людей и считать их проблемы незначимыми тонну наверно делать будет нечем ну я так понимаю что тут еще чуть такой важный момент вы же не просто так решили стать депутатом то есть что-то вас еще подтолкнуло потому что это же все-таки ответственность и вот если бы вам адресовали такой вопрос что такое для вас депутат но бывает человек там общественник который занимается профессиональным делом и принимает участие ну потому что такой ответственная как бы работа до все время на связи с из представителями власти с представителями исполнительной законодательной какой угодно и сам высоком уровне а тут вы решили пойти именно в депутатство что для вас такое депутат депутат для меня это тот человек которому не безразлично проблемы его района проблемы округа проблемы людей которые проживают в этом районе которые отдали за него свой голос человек который хозяин своего слова и у которого слова сделаны расходятся потому что все могут скажем так много говорить да но ничего не делать я считаю что депутат все-таки должен чтобы не было особого расхождения между тем что он сказал тем что он сделал но это работа это сложно потому что люди разные приходят кто-то может как и пошуметь кто-то может поблагодарить кто-то вообще может получить довольно то есть вы выполните его довольно сложный наказ например или их да они вас и даже не вспомнят ну как бы вроде не обидно но вы же депутат но тем не менее то есть это же стресс для человека насколько эта профессия накладывает отпечаток на вашу собственную жизнь биографию вы знаете я с 2010 года работы системе жкх и апреле до определенной такой броней я уже оброс да и поэтому я понимаю какие вещи нужно не подпускать близко к сердцу чтобы они прошли мимо но не принимать и скажем так какие на какие вещи нужно особое внимание обратить и стресс наверное это когда ты чем ты не можешь справиться до когда ты вот вот что-то на навалилось это не знаешь что это тоже стресс во-первых имеет такую команду тут четко видишь пути решения проблемы поэтому это наверное стресс это больше просто какое-то такое активное время предпророждение то есть сократилось время для личной жизни скажем понятно да вот вы говорите о команде что такое команда и насколько у вас идет сотрудничество вообще в совете депутатов потому что но все-таки это же были выборы да какая-то там была конкуренция на каком-то уровне кто-то шел общей команды кто-то может быть особо скажем не верил в то что станет депутатом но по-разному же у людей судьба складывается потом у нас есть депутаты московской областной думы которые тоже могут решать многие вопросы да на более высоком уровне я уж не говоря о государственной доме вот что такое для вас команда сегодня депутатский такой корпус глобальный послушайте ну команда решает все да и один в поле не воин поэтому опять же я это мой первый срок скажем так вот в совете депутатов безусловно я буду обращаться буду за советом буду прислушиваться к тем советам которые дают на старшие коллеги которые уже не первый год в этой команде более того конечно же и дмитрий дениско и игорь валерьевич каханы это наши старшие товарищи из областной думы которым большим опытом уже большим с огромным опытом работы до с которым мы очень плотно работаем которые всегда отвечают на звонок и всегда на всю проблему всю проблему разложат как как сделать что сделать никогда не откажут совете тоже за что им конечно большое спасибо ну а я говорю что касается команды нынешнего совета депутатов то безусловно она есть все несмотря на какую-то конкуренцию муж которая была я честно особо не поняли нездоровой конкуренции не было однозначно все считают одним целым себя понятно это самое главное сейчас делаем вот на этой приятной ноте мы можем сделать небольшой перерыв евгений олегович веснин у нас в гостях депутат совета депутатов городского округа люберцы напомню что эта программа открытый диалог евгений олегович веснин депутат совета депутатов городского округа люберцы по-прежнему у нас в гостях но и как мы обещали любимый наверное вопрос для жителей причем для жителей любого возраста любого пола для людей одиноких и для людей которых много в одном например в одной квартире эта тема жкх и отопительный период которые в общем то я помню в этом году как-то так все вдруг похолодало с 1 сентября резко наступила осень именно 1 сентября и все ждали что может как-то там бархатное лето бабье лето такое лето золотая осень красивые наши словосочетания но как то вроде час чуть-чуть потеплело но до этого времени уже давно давно отопление включен но вот как проходил отопительный сезон были какие-то проблемы и как вы оцениваете вот эту работу в этом году я считаю что старт кипит нам все он прошел довольно таки гладко никаких сложных моментов каких-то аварийных ситуаций на нашем жилом фонде не было безусловно конечно этому способствовало то что и в весенний период после конца прошлого отопительного сезона и летом да на протяжении всего лета мы готовились к зимнему периоду то есть мы промывали системы многоквартирных домов системы центрального отопления многоквартирных домов которые требовали этого меняли узлы задвижки трубопроводы тоже меняли которые требовали замены поэтому собственно если мы что-то делаем то мы результат получаем снова вы как человек который к этой сфере не просто близок а находится внутри и и вы же наверняка знаете где ну как вот знаю там на машине например едешь знаю что у тебя шины принципе можно еще один сезон поедет но есть там не каждый день например на но например хороший правильный там автослесарь до или как человек который занимается ремонтом автомобиля говорит ну может быть лучше уже поменять вы всегда знаете что вот здесь вот в этом месте уже есть напряжение на следующий сезон можете его поменять внести в какую-то до условную сметку титул не списали есть какая какие-то видимо деньги до которые поступают на ремонт оборудования до существует правильно по нему безусловно жители платят у нас по статье содержание ремонт жилищного фонда соответственно это все складывается в тот фонд который потом выделяется для проведения ремонтных работ на доме тут колесо заменить это полчаса времени до этого замерзнешь максимум то один а если не дай бог где-то что-то произойдет авария то соответственно это весь дом был я так понимаю что вы на тот случай если ну мы же должны все предполагать если предположим в доме произойдет какая-то чрезвычайная ситуация и все трубы замерзнут то есть тот же но на какой-то момент до вариант тоже рассматривается в срочном порядке это же чрезвычайная ситуация же что есть такие вопросы тоже стоят и то есть не будет таких хаотичных движений что делать тогда не все разом схема есть да абсолютно верно есть и схема отработки при возникновении данной ситуации есть аварийно восстановительные бригады которые специально подряд который каждый шаг знает чему должен заниматься в случае того что система остановилась если система разморозилась имеются передвижные тепловые пункты питания обогрева то есть все это мгновенно будет предоставлено и весь необходимый спектр работ будет показан ну и жители всегда могут сообщить управляющую компанию править компания уже за свои службы да может задействовать если что-то может грозить какими-то неприятностями тем более что опять же говорю в этом году почему-то нас пугают глобальной зимой я уж не знаю может просто кто-то хочет чтобы была глобальная зима мы идем дальше следующий вопрос кстати зима раз мы ее вспомнили а это снег и вы знаете что опять же москва московская область и вообще центральная часть россии вот бывает настолько засыпано снегом что как у нас говорят как не готовься к зиме а все равно первый же день вот этого снегопада все вы к сожалению ругают коммунальщиков это видимо уже такая но он никуда не денешься потому что невозможно чтобы снег падал одновременно все работали тем не менее как проходила уборка снега прошлом году какие были положительные отрицательные стороны и готовится как готовится службы сейчас вот кнопку новой зиме прошлая зима на такое испытание нам хорошее предоставил на самом деле потому что была крайне снежная и испытывала скажем так нас достойно на прочность да на прочность мы тоже из этого конечно вы вынесли нет некие уроки у нас во первых мы закупили три единицы новой техники моторизированные это два трактора мт за 82 помимо того что у нас есть естественно и еще один малый погрузчик также мы пересмотрели немного увеличили скажем так и поменяли маршруты движения наших снегоуборочных на нашей снегоуборочной техники поставить более рационализировать ну я думаю что это безусловно даст свои плоды и мы не подведем наших жителей в момент когда выпадет снег берется ли на контроль когда человек обращается к вам и контролируете лично вы какие-то ну может быть выборочно какие-то заявления заявки потому что знаете кто-то заявку сделал кто-то где-то ротозейничает что-то прошло мимо потом этого как снежный ком может нарастать безусловно у нас все заявки держатся на контроле у нас есть единая диспетчерская служба да да безусловно нашего округа куда попадают все заявки которые жители оставляют по телефону все эти заявки отслеживаются диспетчерами у меня личный телефон не установлена также эта программа то есть если какое-то практически постоянно в них да да то есть если какой-то вам спорный момент возникает в котором я хочу лично разобраться я беру мобильный телефон захожу в эту программу вбиваю адрес вижу заявление того жителя вижу фотографии которую прикладывает и также вижу ответ который предоставила управляющая компания с тем же фотоотчетами и так далее поэтому ни одна заявка попавшая в ядрес у нас не остается без внимания вот просто на примере москвы да не имеет отношения к вашей сейчас работе но тем не менее сам наблюдал есть такие места например там лестница до между домами надо подняться вверх вот эту лестницу сначала она была из уже прожавевшего металла ее срезали сделали ее но из вот этих оля мраморных всевозможных естественно когда они положили всю эту мраморную историю это насыпалось буквально через неделю все значит латали ее так примерно два года то есть просто хотелось взять мэра за руку привести вот и показать вот каждый день фотографировать одно и то же место потом сейчас было там реконструкция значит сделали ну по старинке в хорошем смысле до залили асфальтом все это далее наконец вроде бы как этот вопрос решился вот вашей работе есть такие элементы которые но вот кровоточек что называется постоянно которые но знать как у нас ямочный ремонт есть такое понятие знаменита а яма так она и остается просто проваливается новый асфальт мы туда новый кладем есть такие ну вы как раз назвали такие проблемы это очень часто мы сталкиваемся с выбоинами во дворах значит безусловно мы понимаем что данная территория из раза в раз требует вложения денег стараемся как-то предусмотреть и совместно администрации проработать включение данной территории в программу комплексного благоустройства до чтобы заменить скажем так не 10 метров квадратных асфальта применять асфальт во всем дворе конечно же лучше исключая в дальнейшем до появления ямы конкретно в данном месте и все вот такие моменты которые скажем так всегда на виду и сигнализирует мы содержим на карандаше то есть нет такого что мы закрываем на это глаза если мы не придем в проблеме то проблему придет придет к нам большая придет да и не одна скорее всего компании да здесь просто для себя нужно понимать что надо убегать никуда да есть что то что можно отложить может быть на второй план кутин вперед но забывать точно не стоит компания лгж т это все таки такой серьезный орган который занимается жизнью города практически почти сердце да вот насколько человек может напрямую знаете как опять же в некоторых компаниях вообще по спаси стране куда-нибудь начинаешь звонить и вас если вы хотите то наберите 1 если вы хотите это наберите 2 потом ты набираешь уже полчаса прошло а потом раз все занято извините наберите следующий раз все на этом закончилось общение вот как может человека напрямую обратиться в лгж т и может ли попасть например к вам на прием как-то я не знаю вот этот процесс конечно конечно безусловно во первых я уже сказал что есть у нас диспетчерская служба которая передает все заявки нам далее мы сейчас по всем многоквартирным домам организовали систему чатов и с радостью приглашаем всех жителей соответствующих домов там обсуждаются все проблемы мы стараемся и противно давать ответы на какие-то моменты которые интересуют наших жителей также по адресу юбилейная 5 а наш главный офис каждый понедельник ведется прием жителей либо генеральным директором ализовым имидом кискиновичем либо кем-то из замов либо я лично провожу его опять же мой прием по депутатской линии как будто сам бог велел да да поэтому каждый последний вторник месяца как я уже говорил куракинская 6 с 5 до 7 милости просим все вопросы будут учтены обязательно отработаны еще один пример но просто из любой жизни любого наверно сейчас российского города многоквартирный дом звонок дверь ну когда не идет мобилизация и открывают там стоит такая вот женщина вся очень искренняя говорит что мы значит закройте там что-то окна двери потому что мы проводим значит от насекомых какую-то но если вы хотите чтобы вас и дома я туша них побегут к вам домой поэтому вот прям сейчас по 500 рублей мы вам остатки сейчас дадим у нас тут есть и так это искренне что даже я уже опытный как бы бит и пили дум чуть было потому что она действительно все эти тараканы же полетят все потом выясняется конечно же ничего не было а просто ходят мошенники которые предлагают таким образом решить некие бытовые проблемы некоторые приходят там проверять счетчики газ но знаменитая история да там мозг газ и так далее мозг облгаз или еще что-нибудь назвать можно как угодно вот как выяснить что это именно ваша служба пришла и решает какие-то вопросы чтобы отделить ваших профессионалов от людей которые но мягко говоря мошенники но к сожалению последнее время довольно часто возникают такие ситуации жители звонят нам и спрашивают а действительно ли это вы приходите и так далее но значит во первых сейчас перед тем как прийти на квартиру для обследования дымоходов вент-каналов любых коммуникации коммуникации кто находится внутри квартиры мы стараемся заранее прозвонить жителей по выбранным домам которые сказать что в графике да и пытаемся сообщить им дозвониться до квартир что в такой-то такой-то день в вашем доме будет проходить проверка дымоходов вент-каналов просто у вас предоставить доступ это не только позволяет предупредить людей и оставить их дома но и обеспечить на максимальное попадание в квартире потому что кто-то уже там может отпроситься с работы или еще то есть мы не вслепую ходим а мы уже людей предупреждаем если речь идет о таких работах работах как дератизация от крыс или дезинсекция от насекомых то каждый начальник же в курсе на котором доме у него проводятся работы кто проводит работы и в какое время есть можно даже перезвонить спросить вот какая-то женщина ходит абсолютно верно звоним же узнаете начальник же в курсе всех вопросов кто где у него ходит потому что непосредственно он подает заявку на проведение тех или иных работ ну чтож вот такой у нас получился из двух частей разговор но наверное так как и в депутатской вашей работе хотя там масса и других вопросов но самые горящие всегда это же х х хорошим смысле слова как путевки да это же кх это бытовые проблемы тротуары это деревья значит детские сады и школы спасибо вам большое вам успехов в этой еще одной работе на которую вы хорошим смыслово завалили на себя но через какое-то время будем ждать вас с мини отчетами про и промежуточными о том как все происходит евгений олегович веснин депутат совета депутатов городского округа люберцы первый раз ставший депутатом так что прошу любить и жаловать и приходите во вторник с ним познакомиться это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания